Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Happy Family. Меня зовут Света. Это канал семейный о том, как живет наша семья. Русская семья из Краснодарского края. Если вы зашли впервые на это видео и еще не знаете, кто мы такие, то обязательно посмотрите другие видео на канале. Если мы вам понравимся, подписывайтесь, потому что мы всегда рады новым друзьям. А еще спасибо большое всем, кто ставит лайки. Очень приятно видеть ваши пальчики вверх под видео. Прямо очень приятно. И ваши комментарии. Конечно же, я с удовольствием их читаю. Сейчас я немножечко приболела, поэтому я не отвечаю на комментарии. У меня сил не хватает на все дела плюс комментарии. Но как только я приду в себя окончательно, то я обязательно отвечу вам всем. Сейчас я буду в основном ставить вам сердечки и стараться отвечать на ваши комментарии внутри следующих видео. Поэтому, пожалуйста, если вы задали вопрос, вы можете услышать ответ в следующем видео. Либо через видео. То есть, смотря насколько быстро я это все дело смонтирую. Вчера я вам не снимала вообще влог, потому что вчера я себя плохо очень чувствовала. Сегодня тоже до обеда отлеживалась. И сейчас вроде я уже в состоянии. Поэтому я накрасила глазки. Немножечко, чтобы для вас была приятная картинка. И немножечко расскажу вам, что у нас происходит. Итак, мы отвезли уже Катю на занятия к бабушке. Она готовится к походу в школу. Завтра я ее хочу отправить в школу. Но у нас возникла еще одна непредвиденная проблема. У нас неизвестно куда. Короче, куда-то мы подевали полис. Вот эта вот маленькая карточка пластиковая. То есть, все полисы у меня лежат в одном месте. И сегодня, когда я туда залезла, Катиного там не оказалось. То есть, все, как и есть, они там. А Катиного нету. У нас иногда ходят выписывать Катю. Бабушка помогает нам. Поэтому в момент передачи полиса друг от друга мы могли куда-то его задевать. И мы сейчас с бабушкой вместе пытаемся вспомнить. И не можем вспомнить, куда. В общем, завтра придется. Перед тем, как идти... Я хотела сегодня ее записать в поликлинику уже. Но сегодня уже, получается, мы не успеваем. Надо будет завтра с утра поехать в страховую, заказать замену по утере полиса. Нам дадут, я думаю, какой-нибудь временный полис. И пойдем Катю выписывать. В общем, какие-то это. Еще есть документы, которые мне нужны. Я не могу найти, куда я положила технорабочий проект на этот. Нет, не технорабочий проект. Это называется проект... Господи. Короче, там, где про наш дом все расписано. Я точно знаю, что он лежит дома. И где-то в пределах шкафа, того, который я терпеть не могу, который старый, хозяйский, в котором постоянно порядок, какой бы я там ни создавала, все равно нарушается. И получается бардак, про который я вам говорила. В общем, короче, завтра я буду этот шкаф полностью перебирать. Либо завтра, либо послезавтра. Буду целый день этапами, полками перебирать. И выкидывать все лишнее. И снова делать там порядок. Так что завтра будет видео про беспорядок. Буду показывать вам бардак в шкафу. И что у меня будет получаться. Потому что нужно найти этот проект. Мне нужно доделать документы. А без этого проекта я не могу доделать документы. Капец. Самое интересное. Я его нашла тогда, когда надо было найти, чтобы с соседкой решить по границам участка. Отксеркопировали Саше, чтобы он мог решить. Он уже все с ней решил. Там веревочки натянул. Можно заканчивать ограждение этого участка. И я его, Саша говорит, я его взяла, положила. И сказала, вот сюда положим, чтобы не потерять. А вы знаете, да, я вам уже рассказывала. Если я пытаюсь что-то не потерять, то это все капец. В общем, куда-то я его так положила, хорошо. Спрятала, чтобы не потерять. Что теперь найти не могу куда. Уже все логические пути обошла. Куда я должна была его положить? Нет, не туда. Ну, в общем, завтра будем перебирать шкаф. Заодно порядок наведем, правда же? Мишка точно не мог туда залезть и вытащить. Это 100%. Это вот я куда-то так положила, хорошо. Вы тоже так прячете документы? Или только я одна такая особенная? Кроме того, сейчас я начинаю восстанавливать свой уровень языковой, английского и других языков, которые я самостоятельно учила. И буду получать, ну, буду это все устанавливать, тренироваться и получать всякие разные сертификаты международные в соответствии. Особенно на английский язык. Уже посмотрела даже, сколько он стоит. И планирую начать работать переводчиком по специальности. По одной из моих специальностей у меня два высших, два диплома о высшем образовании, два красных диплома, если вдруг кто не знает. И одно мое образование основное – это экономист-менеджер в строительстве. И второе – это переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Ну, по сути, я как бы переводчик в экономике, да? Но я могу переводить в любой отрасли, особенно если хорошенько подготовлюсь и потренируюсь. И я хочу получить международные сертификаты соответствия всякие, типа TOEFL, YELTS и прочее. Сейчас буду заниматься, восстанавливать знания, потому что я сходу сделала тест на знания времен английского языка. И сходу, короче, я его... Ну, я это воспринимаю как провалила, потому что, ну, максимум 2-3 ошибки я для себя допускаю, хотя вообще я люблю, когда все идеально. Поэтому я считаю, что я его провалила, и мне нужно заново все это выучить. Сейчас буду этим всем заниматься, так что периодически вы будете в моих влогах видеть мои занятия. Поддерживайте меня лайком, потому что это достаточно страшно и сложно. Еще я зарегистрировалась на биржах фрилансеров. На двух зарегистрировалась, на трех. На двух, значит, российских, на одной зарубежной. И, собственно, там для себя я ищу, какие языки мне нужно еще подтянуть, чтобы можно было работать не только в России переводчиком. То есть языковые пары, английский и русский, они же как бы только в России нужны, а, допустим, в Америке, там, в Англии, они никого не интересуют, никому наш русский язык не нужен. Я нашла только французский-русский перевод, вот единственный. Так что русский язык у меня будет так. Есть и ладно, да. Поэтому мне нужно еще французский, я посмотрела. Мне нужно немецкий подтянуть. Немецкий я сама учила, французский я учила в школе. Еще я в школе учила латинский, но он бесполезен абсолютно, абсолютно бесполезно. Зачем я это два года учила? Зато могу, если вспомню, какие-нибудь классные слова отпускать. Типа «Prasparadastra», «Через тернии к звездам». Кстати, больше ничего не помню. А, еще помню, как шесть по-латински. Ну, зачем мне это? В общем, немецкий я учила сама, и хоть я не очень хочу немецкий подтягивать, он достаточно часто там встречается в языковой паре английский-немецкий. Надо учить. Поддержите меня лайком, пожалуйста. Меня ждет очень сложный снова путь в свою профессию. Я решила, как бы, ну, я мыльные пузыри свои бросать не буду, но сейчас в условиях финансового кризиса люди начали очень сильно на праздниках экономить. И пока кризис в нашей стране не закончится, зарабатывать мыльными пузырями мы сможем только на том уровне, которого нам не хватает. Мне нужен гораздо более высокий уровень. Ютуб тоже это требует обучения, потому что я, наконец-то, научилась разговаривать, глядя вот в эту дырочку и не стесняться. Наконец-то я научилась говорить на людях, то есть, когда я выхожу на улицу, и не думать о том, что же обо мне подумают окружающие. Хотя нет, я еще немножечко об этом думаю, я еще немножечко стесняюсь. То есть, здесь мне придется еще учиться, учиться и учиться, чтобы снимать для вас классные ролики, чтобы вам было интересно меня слушать, чтобы вам было со мной комфортно, и чтобы больше народу подписывалось на канал. То есть, Ютуб я ни в коем случае не бросаю, и этот канал не бросаю, и еще у меня несколько каналов будет моих разговорных. Я вам буду ссылочки добавлять в описании, и если вам интересно на мои другие каналы подписываться, то вы проверяйте описание к видео все время, у каждого видео. И, в общем, подписывайтесь туда, про что вы еще не знаете. У меня уже там несколько ссылочек есть на мои каналы разного направления. Я и про кошек снимаю, как они чавкают, кушая еду, и снимаю про мыльные пузыри. Это, кстати, интересно вам будет, если у вас есть дети, например. И много, короче, снимаю. И будет еще канал, который называется «Хочу в Америку». И это как бы одна из моих детских, нет, не детских, студенческих мечтаний. Будем правильно говорить по-русски. Переводчику стыдно говорить неправильно, поэтому все, все слова-паразиты выкидываем, работаем над собой. Если я вдруг говорю где-то неправильно по-русски, потому что коверкать иногда привыкла, да, короче, прикола, и могу сейчас использовать это. Вы мне пишите обязательно в комментариях, Света, нельзя так по-русски говорить. Поправляйте меня, потому что мне нужно и русский язык тоже исправить, выгнать все слова-паразиты, научиться красиво и правильно говорить. И, соответственно, вспомнить в точности, как писать, где запятые ставить. То есть все-все-все-все нюансы вспомнить. У меня такое длинное сейчас говорительное видео. Спасибо, если вы его все еще смотрите. Но я буду пытаться немножечко менять как бы фон моей комнаты, чтобы вам было не так скучно слушать. В общем, так вот, канал «Хочу в Америку» будет посвящен моей мечте. Когда-нибудь поехать в Америку, либо погостить, пожить, возможно, туда переехать, жить совсем. Потому что на самом деле мне достаточно близок английский язык. Я в свое время умела даже думать на нем. Сейчас не очень получается, но я думаю, что сейчас позанимаюсь, и все получится. Я даже хотела в Америке, либо в Англии образование получать когда-то. Хотела по обмену в США. И все, вот у меня сорвалось. Потом я училась в ВУЗе. Потом у меня родилась Катюша. И, в общем, короче, я эту мечту задвинула далеко-далеко в дальний ящик. И сейчас я про это вспомнила. И вроде как мои все не против. Не то, чтобы прямо кричать «Да, да, да, мы хотим». Ну, не против. Съездить, погостить в качестве как бы туристов они точно не против. Вот на этом канале я буду рассказывать все, что я делаю для того, чтобы приблизиться к своей мечте. Будет такой как бы видеодневник. Если вам это интересно, то я вам оставляю ссылочку на этот канал. Там пока нет видео вообще. Но они там скоро появятся. Смотрите их обязательно. Я собираюсь подавать на грин-карту. Попробовать выиграть в лотерее грин-карту. Все вот это вот буду рассказывать. Я сейчас очень много смотрю каналов. Людей, которые переехали в Америку. Узнаю всякую разную информацию. Пока я вам тут все разглагольствую. Меня ждет видео, которое нужно для вас смонтировать и выложить. А Саша пошел делать одно из неприятнейших дел, которое мы не любим. Это убирать гусей. Вы понимаете, да? Про это я вам в этом видео рассказывать не буду. Но сегодня у нас не будет гусей. Последних гусей мы убираем. Самое интересное, что мы даже не хотим их есть. Я вырастила, мясо вкусное, но мне не понравилось. Я не буду больших гусей выращивать. Не хочу. Они еще сейчас такие агрессивные, ребят. Они большие стали. Мы же их передержали, потому что мне не хотелось их убивать. И они как бы громадные. Они шипят, бросаются. Уже такие как бы агрессивные стали взрослые птицы. Сколько им получается? Они майские? Больше полугода. То есть, ну вообще. Вот. Буквально через несколько дней мы убираем последних индюков. И у меня останутся только куры. И до весны я буду отдыхать от сельского хозяйства. Я уже порядком устала от этого. Кстати, вчера мы еще утеплили нам наш дом. Вчера мы положили утеплитель над Лизиной комнатой. Я не снимала влог, поэтому вы об этом не знаете. Поэтому говорю сейчас. Короче, потолок утеплили немножечко. На последние деньги мы утеплили потолок. И поздравьте меня. Я сегодня не замерзла там. Реально надо утеплять потолок по всему дому. Сейчас главное найти какие-нибудь заказы. Потому что денег надо много. Потом будем утеплять стены. И еще делать ремонт в Катиной комнате. Но вроде с Катиной комнатой помогает бабушка. Так что надеемся, что это все. Это все. Мы когда-нибудь этот ремонт закончим. Да. Мне сестра в комментариях написала Наташа, что очень сложно ремонтировать жилье, в котором ты живешь. Да, это очень сложно. Я согласна. А еще более сложно, когда у тебя денег не хватает на этот дурацкий ремонт. Потому что вот есть время сделать, а нет денег, чтобы купить материалы. Вот это вообще настолько... Поэтому это все долго. Но у нас, смотрите, вот эта мечта отъезда. До этого момента мы должны отремонтировать весь дом полностью, утеплить и сделать веранду, которую мы запланировали. Вы спросите сейчас, зачем, если вы собираетесь поехать и вдруг остаться в Америке. А за тем, чтобы дом этот повысился в цене. Потому что сейчас, на данный момент, мы его покупали, этот дом, за миллион шестьсот. Тысячу шестьсот тысяч. Мы его купили очень дешево. Дома на этой улице, на которой мы живем, стоили от двух с половиной миллионов. И мы этот дом купили дешево. Потому что, во-первых, он был с долгами. Долги уж погашены. А во-вторых, он как бы был не в очень хорошем состоянии. Во дворе, где вот вы сейчас видите наш перепелятник, детский домик, сарай. Это все мы построили уже. Там были старые ветхие сараи. И если я найду видеозаписи, которые я посылала маме, когда мы только купили дом, я вам в одно из следующих видео вставлю. Где-то они должны у меня сохраниться. Архивное сделаю вам видео, как выглядел этот дом. Мы очень много сделали по его переустройству. Детскую площадку сделали. Перепелятник разберем нафиг. Сделали шпальеру под виноград. Будет красиво следующей весной, летом. Вот это все мы планируем доделать. И срок на это я для себя поставила три года. И как бы пожить в красивом доме, да, а потом уже поехать. Вот так вот. Ладно, наверное, вот это будет отдельной частью влога. Утренняя говорилка для вас. Потому что если я дальше еще день прицеплю, то это будет вообще длинно. Я надеюсь, что вы выслушали меня до конца. Большое спасибо вам за это. Тем, кто дошел до конца. Тем, кто поставит лайк под моим словесным поносом. Под моим... Я не знаю, как это сказать. Я выговорилась, короче, сейчас вам немножечко с вами поделилась, выговорилась, рассказала. Немножечко систематизировала в голове то, что я хочу. Вот. Продолжаем день. Остальной день будет в отдельной части влога. Так что не пропустите. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк. И увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok